МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земли Северного Казахстана и издревле привлекали кочевые народы. Прохлады водных источников, плодородная почва, просторные степи – все это идеальные условия для Жай-Лау. До 18 века на территории нашей области проживали в основном казахи. Затем, после строительства Петропавловской крепости, из Российской империи сюда начали переселять казаков, поляков и башкир. Это были регулярные войска, мещеряки и выписные крестьяне. У них были очень хорошие взаимоотношения. Так называемое тамырство, когда местное население обменивает свои продукты скотоводства на крестьян, на продукты русских поселений, земледельцев. И так называемое тамырство будет продолжаться и в 20 веке, и в советское время. Это, наверное, заложило основы дружбы между этими этносами. А вот в начале 20 века ситуация изменилась. Кто-то бежал сюда в поисках хлеба, кого-то неугодного властям насильно отправляли на север Казахской ССР. События того времени запомнятся как период политических репрессий, народных волнений и голода. Тогда на территории нашей области впервые появились массовые поселения корейцев, немцев, чеченцев, ингушей, кабардино-балкарцев и татар. Небольшие узелки с самыми необходимыми вещами – все, что успевали взять с собой депортированные. Посреди ночи солдаты врывались в их дома и насильно увозили в вагонах, предназначенных для скота. Без еды, одежды и денег сотни тысяч человек оставались одни в голой степи. Несмотря на всю тяжесть эпохи, на новой земле они жили в мире и согласии. Бок о бок с местным населением, строя будущие города и новую жизнь. К середине столетия на север Казахстана потянулись и специалисты. Агрономы, механизаторы, автотехники со всего Советского Союза ехали покорять целину. Только с 1954 по 1956 годы по комсомольской путевке сюда направили 18 тысяч человек. В основном это была молодежь. Тогда здесь насчитывалось уже около 90 этносов. А вот численность казахов стремительно сокращалась. В 80-е годы она составляла около 38%. Ситуация стала меняться после распада СССР. Начался массовый отток некоренного населения. За 10 лет из СКО их уехало почти 40%. Сейчас основное население региона – русские, казахи, украинцы, немцы, поляки и татары. Нам строить наше будущее, будущее Казахстана. И только в нашем единстве, изучая наши корни, наши традиции общие в единой семье, мы и представители всех этносов, проживающих в нашей области, я думаю, только в единстве сможем достичь хорошего, процветания и благополучия нашим семьям. Остались на новом месте и полюбили северный Казахстан курды. Сейчас в области проживают около 300 представителей этой диаспоры. Среди них – учителя, медики, бизнесмены. Многие занимаются животноводством и растеневодством. Наши предки из Восточной Турции, после рассады Усманской империи, они переехали в Кавказ, а потом сталинская депортация целых народов в Казахстан. Мы жили в степи и благодаря местных казахов мы выжили, потому что помогли нам на выживание, у нас казахский степь на выживание. И вот не случайно сегодня хочу сказать, что среди курдов есть такие казахские имена, как Алмабай, как Мрзабай, как Азимбай, есть Нагима, Фарида. Это знак признания симпатии к местным казахам, от которых осталось доброе, хорошее воспоминание с детства у нас. А еще курды легко говорят на казахском языке, с удовольствием отмечают все национальные праздники и перенимают традиции и обычаи. Кстати, они не слишком расходятся, оба народа относятся к одной этнической тюркской группе. Похоже, у нас и традиционные блюда. Это национальное блюдо, так сказать, гроат, которое готовится на компонентах таких, как мята, шавель. Что у нас еще? Тут идет пшеница по вкусу, каждый выбирает сам, перловка. Подается холодным в любое время. Это пьют и молодежь, и взрослые люди, поэтому угощайтесь. Все, что есть на столе, представители этой диаспоры стараются готовить или выращивать самостоятельно. Потому кухня курдов богата молочными и мясными блюдами. Ни одно застолье не обходится без главного десерта – халвы. Делают ее нетрадиционным способом – без семечек или орехов. Мука, вода и сахар – самые важные ингредиенты. Рецепт передают из поколения в поколение, вместе с прочими традициями и обычаями. Любят курды собираться семьями за Большим Дастарханом, вместе обсуждают последние новости, делятся мыслями. Стараемся воспитывать детей, чтобы они были добрые, отзывчивые, уважали старших, помогали ближним. И здесь уже не важно, кто какой национальности, главное – быть хорошим человеком и любить то место, где ты живешь. Освоились в Казахстане и Армяне. Их переселение проходило в два этапа. Сначала, в 30-е годы, они попадали сюда по распределению на главные стройки Союза. Затем, с 44-го, уже насильственным путем их депортировали с родины. Сейчас в нашей области проживает больше полутора тысяч представителей этого этноса. Творческий народ – они прекрасные гончары, художники, музыканты и танцоры. Прививать любовь к прекрасному стараются с раннего детства. Изучать родной язык, традиции и обычаи на протяжении 20 лет они могут в этнокультурном центре «Кентрон». При нем работает коллектив художественной самодеятельности, молодежный клуб, а в Школе национального возрождения есть армянское отделение. Мы занимаемся тем, что развиваем свой язык, культуру, обычаи, какие-то традиции. В принципе, я всегда это отмечаю, что в других государствах, где запрещают говорить на своем языке, запрещают изучать язык и прочее. В отличие от этого, в нашем родном Казахстане государство создает все условия для того, чтобы каждая национальность изучала свой язык. Здесь мы чувствуем себя достаточно свободно и можем развиваться и творчески, и как хозяйствующие субъекты во всех отношениях. Резкие динамичные мотивы и постоянная смена ритма – напоминания о тяготах и светлых временах, сменяющих друг друга. В творчестве они пытаются выразить свои эмоции и передать историю этого гордого и самобытного народа. Через танец я стараюсь передать детям ту любовь, тот патриотизм, который они могут получить, находясь далеко от Родины. Для меня танец имеет очень высокое значение. Я считаю, что движение никогда не лжет. И это просто тот дар, которым можно искренне поделиться с вами. Я делаю это с любовью, это приносит мне счастье. Когда человек занимается любимым делом, он обязательно находит отклик в сердцах людей. В области есть порядка двухсот этнокультурных объединений. Их активисты участвуют в благотворительных мероприятиях, занимаются вопросами развития родного края, вовлечены во все сферы. При областной ассамблее народа Казахстана действуют советы матерей, общественного согласия, старейшин, кабинет медиации. А еще есть национальное отделение на базе 17-й школы. Любой желающий может познакомиться здесь с национальным достоянием, творчеством, изделиями быта и культуры девяти этносов. Тему дружбы народов очень важно прививать с детства, поскольку мы живем в очень дружном, толерантном государстве. И чтобы у нас всегда было чистое небо над головой, мы должны уважать другие этносы, проживающие в нашей стране. Делать это в школе пытаются в интерактивной форме. Конкурсы, игры, мастер-классы – все это, по мнению педагогов, развивает интерес у детей. Дарья Копель 4 года занимается в немецком клубе. Говорит, всегда мечтала побывать на исторической родине, а потому важно хорошо изучить родной язык. Мне кажется, это здорово – учить разные языки. Тем более, не так давно я узнала, что люди, которые изучают много языков, у них более развит мозг, как раз-таки мыслительные способности. И, как мне кажется, это отличная, скажем так, разминка для мозга. 28 апреля 2014 года на базе Североказахстанского государственного университета появилась кафедра Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас такие есть еще в 30 вузах страны. Большое внимание уделяют профилактике экстремизма, повышению религиозной грамотности и воспитанию молодежи. На трех языках студентам преподают два факультативных предмета. Занятия посещают около ста человек. С размахом здесь встречают Масленицу, Наурыз, ждут Рождества и Пасхи. Налаживают связи с соотечественниками, живущими за рубежом. За три года получили 128 писем из 19 стран мира. В них студенты рассказывают о жизни за границей, о том, какое значение для них имеет Казахстан. Кроме того, в приоритете работы кафедры учебно-образовательная и научно-исследовательская деятельность ежегодно здесь проводят конференции, разрабатывают тематические проекты и методические пособия. Мы стараемся проводить вот эту вот работу по развитию доброжелательного отношения. Мы прививаем многие такие качества, которые изначально будут иметь превентивные меры для распространения вот этих нежелательных и межеднических конфликтов, межконфессиональных. Наша задача грамотно, на научном уровне, объяснить многие-многие явления, процессы, разработать методические материалы, дать рекомендации. Общие не только традиции и обычаи, но и семейные узы. В числе тех, кто разницы в национальности предпочел любовь, Назаровы. Излюбленное лакомство семейства – блины. Готовить их Евгения любит с детства, особенно когда ждет гостей. Говорит, если масляный получился ровным и румяным, значит, знакомство принесет радость. А вот рецепт Баурсаков узнала только после замужества. Секрет их пышности и вкуса ей раскрыла тетя-супруга. Теперь их до Стархан не обходится без этих угощений. Вот и эта Доминика маленькая. А эта где мы? Помните, где были? Вот эта? Да, вот эта. Пока жена занята на кухне, с детьми сидит глава семейства Нариман. Говорит, вместе с дочками они любят пересматривать старые фотографии, вспоминать яркие моменты. Не упускает он возможности напомнить маленьким Доминики. Аделине историю их знакомства с мамой. Впервые они встретились в 2005 году, когда оба проходили производственную практику. Долго встречались, проводили вместе все свободное время. Пока в один момент Нариман не понял, что хочет семью. Так сильно что-то вот как-то мы поругались. Я вижу ее покорность, знаете, при всем при этом. Я тогда понял, что в принципе эта женщина меня устроит. Что эта женщина будет в любом случае при любых обстоятельствах, она будет со мной. Родители одобрили выбор детей. Разные национальности, культура и религии они стали преградой на пути к семейному счастью. Кстати, мама Наримана тоже метиска. Трудностей с выбором веры у Назаровых также не возникало. Молодые супруги говорят, своих дочек стараются воспитывать, не опираясь на каноны той или иной религии. Хотят предоставить детям возможность выбора. В прерогативе благополучие семейное, спокойствие, чтобы семья царила. И соответственно атмосфера, любовь для детей. С годами мудрость какая-то, где нужно промолчишь, где нужно скажешь, что нужно. Ну и конечно с его стороны понимание, при его вспыльченном характере, он все-таки делает правильные выводы. Сейчас в Казахстане проживают представители почти 150 этносов. Вместе они отмечают праздники, помогают в тяжелые моменты. Благодаря миру и согласию мы добились больших результатов в разных сферах. Казахстан сегодня узнаваем на международной арене. Нашего президента Нурсултана Назарбаева лидеры мировых держав считают мудрым и миролюбивым главой государства. А единство – главная ценность суверенного Казахстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин